Добрый день, уважаемые пациенты, сегодня мы с вами поговорим про случай хронического налета и покраснения в области венечной борозды и головки. К нам обратился мужчина, у которого длительное время было покраснение, был зуд, были отделяемые в виде наслоения, особенно когда он не мыл головку полового члена больше суток белого налета. Естественно, что постоянно в КВД ему ставили молочницу, он мазал без эффекта кремами, по типу колотримозолу, то есть противогребковыми, он глотал тучи таблеток флюконозола, это обычное дело при таких проблемах, и он мазался кремами по типу акридыр-дридыр со временным улучшением. Однако, буквально уже через день, через два после того, как это происходило, все рецидивировало примерно на исходные позиции. Что в этом случае нужно делать? Ну, первое, значит, была проведена диагностика в виде анализов кровь на аллергию, это раз, напомню, циркулирующий иммунный комплекс, изнофилин, катионобилок и так далее. Может посмотреть отдельное видео на нашем канале, что же такое кровь на аллергии. И, соответственно, были взяты анализы на инфекции, на половые инфекции он сдавал, а вот на развертый анализ на грибки, посевы на грибки, посевы на бактерии были взяты. В результате чего выяснилось, что кровь на аллергии у него отрицательна. Грибки также отрицательно выяснились кори на бактерии и энтерококфекали. Действительно часто область виничной борозды, да и вообще область головки, назовем это так, является, ну, скажем так, прибежищем различных бактерий, иногда и грибов. И в этом нет ничего удивительного. Особенно часто это обостряется после сексуального контакта, особенно орального, анального, если такое происходит, то тоже. После использования презервативов, то есть раздражение различное. Все это вызывает вот подобную картинку, которую вы можете видеть на картинке. Что в этом случае нужно делать? Ну, первое, попытаться устранить эти бактерии. С помощью антибиотиков по той чувствительности, которая высевается, применять нужно обязательно ферменты по типу ангидаза. Наружно применять дезинфицирующие препараты, например, ванночки с непосредственно, например, тем сам фурцелином, ну, чуть хуже, с форексидином или другими препаратами. Наружно это противовоспалительные мази, я бы не советовал гормональные, по типу фориталия или гестива, в ряде случаев нафтодерм, с нафтоландской нефтью мы используем и так далее. Ну, и вот ванночки потом заменяются с дубящим препаратами, по типу коры дуба и так далее. Конечно, в ряде случаев удается достичь неплохого эффекта от циркумцизии или обрезания, однако не все мужчины в возрасте старше 20-25 лет, а этому мужчине уже 32 года, согласны на обрезание. Эффект от такого рода терапии не всегда стойк. Что мы сделали в данном конкретном случае? Наряду с вот той терапией, которую я выше обозначил, мы первое, в процессе лечения еще облучали полутерапию, то есть мы наносили амифулин совместно с ультрафиолетовым облучением аспектра, это раз. И второе, что мы сделали в конце лечения, когда, в принципе, эффект был, но он был недостаточный, то есть остаточные явления все-таки были, и мы понимали, что произойдет рецидив заболевания. Мы удалили ему так называемые перламутровые папулы по краю головки, которые есть у достаточно большого количества пациентов, и у этого тоже они были. И, в общем-то, через примерно полгода после этого пациент обратился к нам уже просто с профилактической издачей мазка, и вот вы можете видеть на картинке совершенно чистую головку полового члена. В общем-то, это стабилизировало то самое лечение, которое мы проводили. То есть мы заметили, что в ряде случаев непосредственно удаление перламутровых папул, которые по ряду источников являются кизыновыми и сальными железами, по последним данным все-таки это ангиокератомы, но способствует, в общем-то, отсутствию рецидивов при вот таких вот воспалительных процессах в области края головки, поэтому оно может с успехом применяться, и, в принципе, применяется нами, особенно при хроническом течении подобных процессов. При необходимости диагностики и лечения различных покраснений в области половых органов вы можете обратиться к венерологам-урологам нашего медицинского центра Платы КВД в Москве. У нас прямо грамотный специалист, который занимается диагностикой и лечением подобных заболеваний. Ждем вас в нашей клинике, также подписывайтесь на наш канал на YouTube, наш канал Instagram. Спасибо за это.